Всем привет, друзья! Это Паша. Привет, Паша! Рад тебя видеть снова. Сегодня мы будем готовить полезный бургер. Ребята, полезный бургер! Всем бургеры нравятся. И вот хотел узнать у тебя, Паш, чем отличается бургер, который мы будем готовить, от того, который можно купить вот в заведениях, как Burger King, либо, да, везде, короче, они продаются. Но, там, на самом деле, основная разница будет в том, что мы будем использовать максимально натуральные продукты. Мы заменим майонез, да, то есть мы поменяем соус, мы изменим продукт, из которого делается котлета, да, возьмем чуть-чуть другую булку, и, в принципе, в основном это будет все. То есть можно сказать, что в Макдональдсе там больше жиров, да, добавляют полуфабрикат. Котлета у нас настоящая будет, натуральная. Они делают там, которая лежала два года, допустим, да, в морозилке. И делают из... не всегда из того, что заявлено. Потроха всякие, короче. Ну да, можно так сказать. То есть мы будем делать натуральный бургер, и вы с нами полетели. Ну что, у нас тут есть около десятка продуктов, да? Что мы будем класть в бургер? Да, мы возьмем булку из рисовой муки, возьмем говяжью вырезку, немного овощей, соус мы приготовим из горчицы и оливкового масла, и возьмем сыр чеддер. Мы начнем с приготовления фарша. Сначала мы сделаем... Мы его, вернее, будем делать из говяжьей вырезки, лука, чеснока, и добавим немного горчицы. Ребят, естественно, это мясо можно делать через мясорубку, и получится, естественно, фарш. Но так как нам тащить там далеко, мы находимся в ресторане, поэтому в кухне нам не кайф тащить эту мясорубку огромную. Ну да. И мы нарежем просто ножом очень меленько, а вы делаете через мясорубку. И, в принципе, еще один момент даже. Если есть время, то я бы советовал даже все-таки оставлять кусочки. А, да? Ручную, да. Все-таки так? А почему? Потому что тогда у тебя остается больше сочности в мясе. А-а-а. Ты не разрушаешь волокна. Ты не разрушаешь волокна, и... Ну, просто будет фарш вкуснее. Паша, вот часто бывает в твоей вообще поварской профессии, что режешь пальцы? Сейчас уже, конечно, нет, но раньше, да, постоянно резали. У нас есть такая поговорка, что новый нож, он крови требует. То есть один фиг, если ты покупаешь нож, то есть ты раз... Да, а какие самые такие жесткие случаи были? Жесткие случаи, я сейчас... Вдруг я кого-то отпугнул от профессии. Да нет, да нет. В любой профессии, ребят, есть какие-то минусы, плюсы. Ну да, конечно, но один раз мы стояли на кухне, разговаривали, я неправильно начал резать картофель и отсадил себе пол... Ну, не пол, там, кусок от пальца я себе отрезал. Это жесть. При том, что заменить меня было неким, поэтому я прилепил пластырь, сверху надел перчатку и пошел работать дальше. В любой профессии есть такие, как бы, минусы, да, можно сказать, что опасные какие-то стороны. Я тоже гантелями один раз как дал себе и палец открытый перелом. Поэтому вот, ребят, вам под бургер будете готовить. Аккуратно. Аккуратно, да. Я добавил чуть-чуть соли, чуть-чуть дижонской горчицы. То есть она... Какой? Дижонской? Дижонской, да. Это что такое? Это сладкая горчица. А, сладкая. Да, то есть она не такая... Она даже, бы сказал, кисло-сладкая, не такая острая, как русская, которая на привыкли, да, такая, которая вырви глаз. Это, это... Да, и что у нас тут получается? Говядина, лук, чеснок, горчица дижонская. Да, какая-то... Дижонская, да. Немного соли и все. А соли сколько примерно нужно? Слушай, ну здесь, конечно... Небольшую щепотку или как? Да, маленькую щепотку. Здесь больше ориентируйся уже на свой вкус. Так, хорошо, отлично. Вот у нас котлета есть, она разваливается, да, у нас нету никакой соединительной ткани. Вообще, как ее соединить? В принципе, можно использовать, удобно мешать яйцо, да, к примеру. Но я решил, что сегодня мы сделаем максимально упрощенно, да, и поэтому для того, чтобы котлета осталась держаться, я положил кусок сыра чуть пораньше. А он поможет, да? Да, конечно, конечно. Сейчас мы смешаем дижонскую горчицу, оливковое масло, добавим соли, сахара, и, собственно, наш почти майонез будет готов, да. Но он полезный, да, получается? В принципе, да, он абсолютно замечательный, то есть мы используем оливковое масло, здесь нету ничего... Все полезные ингредиенты, не то, что там в магазине. Никаких пальмовых масел, трансгенных жиров, ничего такого. Да, сахара добавил просто, чтобы, поскольку горчица чуть-чуть кисловато, чтобы уравновесить вкус. Ну что, друзья, наш бургер готов. Тут примерно 300 калорий, да, получилось. В Макдаке я смотрел где-то 450, но там жирный такой бургер, там прям вот вредное все прям... Но там решает зачастую именно соус. Да, но соус, там, наверное, полуфабрикатная котлета, вот эта, да, которая состоит непонятно из чего. Не совсем из говядины. Да, да, вообще бред какой-то. Да, у нас получилось прям свеженько, такая вкусненькая котлеточка и целый хороший бургер. Спасибо большое за внимание, можете перейти на их канал, мы сейчас будем готовить суп, да? Да, суп из лосося. Из чего? Из лосося супчик будет, поэтому если вы девушка, то можете перейти и приготовить тоже своему мужчине. Пока. Что, ребят, давайте попробуем. Вкусно. Котлета офигенная вообще. Он как Биг Мак получился, еле в рот влазит. Очень вкусная котлета. Гораздо вкуснее, чем в Макдаке. 100% не вру. А самое важное, что полезно. Субтитры сделал DimaTorzok